Интерес к этому залу и к тому залу очень большой. Те артисты и те звезды, как мы их называем, которые выступали, и Малежек, и Хор Турецкого, который, собственно, первый коммерческий концерт в этом зале провел, и Настя Волочкова, которая там показывала свое шоу, просто из-за времени мы не успели распространить билеты сюда, хотя эта площадка, может быть, более бы даже для ее шоу-то подошла. И профессор Кац, который был председателем нашей комиссии конкурсной, а сам он лауреат многих международных фестивалей, пианист, который в органном зале, про органное золото, тоже отдельная песня, тут можно много говорить о том, как он здорово раскрутился и как на месяц вперед нет билетов на орган. Для меня, например, как для коренного пенсияка, это огромное, скажем так, удивление приятное, потому что наши люди, которые никогда органной культурой не обладали, идут и покупают приличный билет уже за 700-800 рублей на месяц вперед. Так вот, они все дали очень высокую оценку этому залу. Они сказали, что в следующий раз мы приедем только сюда. У нас уже формируется хорошая афиша, неплохая на апрель-май, но большая афиша с осени. Почему? Потому что зал все-таки мы сдали в середине концертного сезона, когда все самые раскрученные коллективы, как Савс Михайлов, Ваенко, Лепс, они уже предварительные договоры заключили и действовала на начало года только площадка в театре. Но с осени, с сентября этого года и, конечно, весь следующий творческий сезон, это и только это будет подлинным центром концертной жизни нашей Пенской области, да и не только Пенской области, а и в масштабах Приволжского округа. Вот этот зал прежде всего и второй зал для всех музыкальных, оперных, опереточных, да и многих театральных коллективов.